В Германии решение парламента Кипра отказаться от изъятия средств и счетов частных лиц воспринимают со сдержанной настороженностью. Немецкое правительство является главным спонсором кризисных стран Европы и выступает за сохранение целостности еврозоны любой ценой. В работе берлинских закулисных механизмов поддержки Кипра разбирался Сергей Сумленный. Немецкий орел пока что не будет подкармливать ослабевший Кипр. После того, как парламент Островной Республики отказался принимать закон о конфискации части счетов граждан, стабилизационные платежи на поддержку Кипра заморожены. Ангела Меркель воспринимает ситуацию спокойно. Я сожалею о результатах голосования в парламенте Кипра, но мы уважаем это решение и теперь ожидаем встречных предложений. С политической точки зрения важно, чтобы в будущем неустойчивая банковская система Кипра была реформирована. Действующие бизнес-модели привели к кризису финансовых институтов. Поэтому наш долг, если мы планируем и далее помогать Кипру, сначала помочь этой стране в создании устойчивой модели экономики. Для киприотов призывы Меркель слишком скучны. Здесь правят бал эмоции. Демонстрация под российским флагом и с плакатами на русском языке. А Меркель, как это принято на юге Европы, изображается исключительно с гитлеровскими усиками. В немецком Минфине накал средиземноморских страстей воспринимают отстраненно. Германия – главный вкладчик фонда европейской стабильности ЕСМ. Из 700 миллиардов евро гарантийных взносов на долю ФРГ приходится 190 миллиардов. Однако этой суммой все и ограничится при худшем раскладе. Поэтому министр финансов Германии Вольфганг Шойбли предлагает не делать из кипрского кризиса греческую трагедию. Вопрос, можем ли мы жить в такой ситуации, это дурацкий вопрос. Что нам еще остается? Какие альтернативы? Умирать, что ли? Нет, конечно. По иронии судьбы, быстрое спасение Кипра не так уж и выгодно правительству ФРГ. Когда немцы помогали Греции, правящая коалиция проигрывала одни региональные выборы за другими. Избирателям не нравилась идея поддержки бедных стран Европы. А когда в прошлом году рынки ожидали банкротства Греции, экономика ФРГ поднималась. Инвесторы массово переводили деньги в более надежную Германию. И ФРГ получала кредиты даже под отрицательный процент. Так и сейчас, пока Кипр лихорадит, немецкий биржевой индекс DAX идет вверх. Если бы идея конфисковать часть содержимого счетов была реализована, это было бы нарушением всех негласных запретов. И в Европе, и в Америке это вызвало бы крайне негативную реакцию. Ни на Кипре, ни где бы то ни было еще невозможно объяснить вкладчикам, что государство решило забрать себе часть их денег. Для рынков более приемлемым и понятным было бы простое банкротство банков Кипра. Это, конечно, неприятно, но далеко не так пугает, как открытая экспроприация. Видимо, и для правительства Меркель банкротство киприотов, не способных держать свои обещания, тоже было бы не худшим вариантом. Канцлер Германии Ангела Меркель демонстративно отстранилась от спасения кризисного Кипра. Очевидно, что для немецкого политика слишком большой травмой явилось продолжавшееся более двух лет спасение греков против их собственной воли. И очередную такую операцию канцлер производить не собирается. Пусть спасаются, как могут. Сергей Сумленный, Кирилл Журавлев. Специально для RTVI из Берлина. Продолжение следует...